Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Меня зовут Александр Нербов, и сегодня наш задний фон на хромаке снова поменялся. Но на сей раз не товарищ Самарашин Марио Дьют ко мне в гости приехал, а я к нему. Да, сейчас всем привет! И сегодня мы, как это у нас обычно бывает, записываем совместное видео прохождение, но, как обычно, в необычных каких-то условиях, изданиях и так далее. Сегодня представляю вам довольно интересную вещь, да поможет мне хрустальная сова из «Что, где, когда». Картридж с игрой Twin Eagle, Ravage Heroes Brother, на картинке которого изображается обложка от игры Super Thunder Blade для Mega Drive. Вот картридж формата NES, что является довольно уникальной вещью в том смысле, что эта игра не выходила официально в Европе ни в каком виде, кроме как в таком. Да, и тут этот картридж распространила компания Димаса. Передаем Диме Роману, привет! Но суть в том, что картридж приехал из Испании. Ну вот, что, о чем-то это говорит. Да, и можно только еще один пример вспомнить игры, где было одно название, схожая картинка, но другая. Это SidePocket, где была картинка от Exciting Billiard для FDS. Скорее всего, один тоже издатель. Да, ну, в общем-то говоря, играть мы будем, ну, как можно играть на картриджи NES через переходник на Famicom. Мы могли взять Лика для этого, но мы будем играть на приставке. Максимально приближенный внешник NES, это у нас Entertainment Computer System. Клон, который считает картриджи NES. Абсолютно точно. И, в общем-то говоря, внутри у нас железо, по сути, фомиклона типичного, просто с выводом... С выводом, так сказать, на 72 контакта. А не на 60, как должно быть. Хотя есть клон такого же формата, где два слота, а не один. Ну, тем не менее... Запускаем, запускаем. Так, вот сама игра. Twin Eagle, Revenge Joe's Brother. 91-й год, копирайты затерты. Джо, это, видимо, ты, а Брадер, это, видимо, я. Ну, может быть, следы логики названия. Ну, на самом деле, Revenge Joe's Brother, то есть, месть брата Джо, а не Джо и его брата, как я пошутил. Вот, 91-й год, хотя печатная плата говорит о том, что не раньше, чем 1992-й. Абсолютно верно. Игра в оригинале выпущена то ли в 88-м, то ли в 89-м году, я точно не помню. Вот, и играем мы на геймпадах. Я играю на классическом геймпаде для NES, потому что турбокнопки в этой игре особо не нужны. Запускаем. Вот, и это у нас что такое? Это у нас стравиал, переталка, цветон, сверху. Да, которых на Дэнни, на самом деле, существует достаточно большое количество. Как, например, Джайродайн, Таймер Хэлли. Да, вот, Dragon Spirit есть. Вот, сейчас вспомним. Супер Стар Форс. Тандер Пёрс. Ну, там не совсем. Ну, там, да, там в основном разные другие устройства, которые имитируют с собой полет, скажем так. Ну, а в случае с Dragon Spirit это довольно неплохая игра от Namco. Ну, вот, особенности распространения достаточно такие. Выпускался под названием MiG-29 Airplane, там на обложке был Тимнатор с первой части. И так, на самом деле, действительно и было. Это серийное производство, тут ошибок не может быть. Это не чья-то шутка, это, возможно, на производстве. Просто кто-то хотел выпустить игру MiG-29 Soviet Fighter от Codemasters, но что-то пошло не так. У них, может быть, не оказалось этой игры, а надо было бы скорее выпустить номер. Ну, и вот в итоге вышел вот такой вот Франкенштейн, который серийно действительно существовал. Так, и это... Но при этом выходила и нормальная копия от фирмы Вирл Виндману, нашей любимой. Да, которую многие поиски игры перенесла, а потом с этих же карты же пошли на игрок. Так и есть. Ну, кстати говоря, Dragon Spirit появлялся довольно нечасто. Ну, он на многоигровках иногда был, но всё же не совсем. Шугать всё-то. Бомбами кто-то активно использует. Ну, в дальнейшем бомбы, на самом деле, здесь очень пригодятся. И я забыл сказать, на самом деле, что в этой версии жизни больше. Как и в бомбах. Как и в бомбах. Бомбы здесь сметают всё, что есть на экране. И, тем более, кстати, вы заметили, есть какие-то артефактики здесь. Это приставка, так воспринимают игру. Сам картиш мы тестировали на других клонах. Там таких проблем не было. Да, там всё работает отлично. Те, кто смотрел 4 части тестирования этого клона, могут понять, что совместимость. Она здесь, в принципе, такая стандартная для клоны клона, но зато тут плата полноценная на микросхемах. Не, так сказать, не нитерда на чипе, как вот большинство клонов середины 90-х и далее. И даже уже начало 90-х, кстати. Ну, вот QMC-чик, вот эти стандарты, да? Да. Особенно вспоминается вот этот вот казённый, который не читает «Принц Персию». Вообще весело. Ну, несомместимость она всё-таки существует в силу того, что это всё-таки клон, а не оригинал. Ну, и поскольку вот это нитерда на чипе, вот эти там все клоны, то, конечно, КАЗ-103. У меня, кстати, она есть в формате NES именно. Больше 100 клонов её не читают. Вот, и Entertainment Computer System справляется с ней. И ещё один, где, кстати, не так на чипе хорошую установили, судя по всему, это TriStar адаптер для Super Nintendo, Super Famicom. Не лицензионный. Да, и на нём можно играть в игры NES Famicom. Вот, и нужно ещё заметить, что вот этот картридж, на котором мы играем в данный момент, на лицензионный NES, скорее всего, бы не запустился. В силу локаут-чипа. Ну да, на самом деле, там, ТНС-чип стоит, и из-за этого экран бы просто мигал. Ну, в принципе, можно было бы запустить на NES второй модели, на топ-лоудере. Но так, к сожалению, вход только через ARF, а это уже, так сказать, не самый лучший вариант. Версия у нас, да, японская здесь, и, как мы и говорили, особенности запуска этой игры на сетной приставке. И что интересно, полосы всегда разные. Есть решётка у нас получается такая. Есть решётка, но бывает вот прерывистая решётка, если присмотреться. Версия японская, да. Выглядит, конечно, красиво, может быть. Но всё-таки, да, так сказать, так не должно быть по факту. Капиш у нас нормально работает на других клонах. Это штат. Вообще, в мире фами-клонов всегда полезно иметь более одной приставки, потому что такие чудеса с разными играми могут происходить спокойно. Особенно если это что-то под запись. На вот эти RPG, все-таки разные. Ну, RPG, вот я, например, Dragon Quest первый записывал. Он плоховато работал на одной из моих приставок. Поэтому он на многих, кстати, приставках работает почему-то очень лагаючи. Может быть, знаешь, микросхемы, нужно упаять сеть. Ну, может, сеть, потому что... Я, конечно, всё бомбы истратил, чтобы... Ну, всё-таки собираешь ещё. Собираем. То есть не хочется разбазаривать жизни и катосы использовать. Хоть игра продолжается всё равно, но хотелось бы как можно лучше. Здесь, кстати, бывает довольно много этих самых врагов на экране, из-за чего... Из-за чего вот что происходит. Игра начинает даже притормаживать. Это... В некотором смысле хорошо, потому что можно сориентироваться. По времени, да. Успеть. Это ты взял или я взял? Нет, это ты взял. Нет, что-то за ориентир небольшой. Мне аж прощает. Во, 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 сейчас надо взять ещё одну W, и тогда у меня будет как... ...S из контра. Да, спрэдгартер называемый. Вот, бери. Во! Красиво. Во, красота какая! Ой. А вот теперь я взял еду. Свеселье продолжалось недолго. Да. И теперь я с типичным оружием, поэтому мне надо будет, наверное, взять по возможности. Хотя и тебе дать, потому что у тебя ракеты. Хотя ракеты они выносят с одного выстрела, а вот обычное... Как ты заметил, что как только жизнь затеряешь, блок восстанавливается. Это факт. Только надо не себя так разбазаривать, потому что надо ждать до конца. Это правда. Ну, блин, в некоторых таких тяжёлых ситуациях всё-таки придётся. Ну, когда врагов на экране очень много. Ну, и, конечно, забыл искать приветствоваться в 2022 году. Да, мы записываем это видео, кстати говоря. Когда? В 1 января. 1 января, не много, не мало. Да, и скорее всего, скорее всего, это видео выйдет на канале Александра. Какого из? Тот, который сейчас за первым геймпадом. А какой? А какой из Александров за первым геймпадом? Ой. Ну, наверное. Представляете себе? Да. Шок. Сколько это там плюсы? Да. Так. Ну, это концовка каждого уровня выглядит именно так. Кроме, по-моему, финального, да? Там просто добиваешь базу и всё. Да, там добиваешь замок, как бы, и уже концовка. Я в 2020 году пробовал играть. У меня другой картиш немножко с этой игрой. По-моему, назвать Леонардо, что ли, там. То есть, вот так вот прям вот обложкам, фотом покажем. Прикрепим, обязательно. И, по-моему, та копия тоже капризничала на некоторых приставках. Судя по всему, это зависит от железа, как раз таки, да. Ну, и нам показывают, сколько мы врагов загасили. А может быть, она даже... У меня, по-моему, на Лефомикоме она тоже пласила. Я сейчас такую шутку придумал, что это, знаешь, это решётка появляется. Типа, это пиратов ждёт, если их засудят за авторские права. Вот это их ждёт. Тут нет, вот сказать, пиратских каких-то вот этих... Нет, это чисто... Подколов. Чисто приставка. Приставка. У меня, если вы знаете, что тут такого, как в Канами было. Потому что, по-моему, они это сделали уже позднее. Чайпашкин, Бакилхэр. Даже Стинитун. Ну, правда, знаешь, ещё копию надо поискать, такое делать. Такое произведение. Но такое мы не видели, кстати. Не видели. Зентр Галактик Нейзи, там что-то подобное было. Бакилхэр, конечно же. Пародиоса тоже. Пародиоса вообще, кстати, на пиратских катержах нет, насколько я знаю. Именно поэтому. И либо есть, но они очень редкие. Ты видел? Ну, обложка, по крайней мере, там была такая же, там часть персонажа, знаешь, не поместись в кадр. Ну, просто, может быть, это не пародиос был, может, это было что-то другое? Ну, ещё, знаешь, какой пример хочется вспомнить. Так. Так. У нас там был... Тинитун 2? Нет. Подожди! Кстати, когда лагает, получается, что-то бомбу использовать. Я сейчас заметил. Да, да, такое бывает. Я хотел сказать... Бери. Ну, что-то забыл, пока... Про игру какую-то от Konami. Про Konami. О! Всё, всё. Вот теперь прекрасно. Иди, бери оружие. Пошли. Бери. Хотел вспомнить... Итак, ну, черепашки, понятно, дело, это не то, что я хотел вспомнить. Ладно, вспомнить, скажу. Давай, ну, бери оружие, пока можешь. Как говорится, да? Я специально много стреляю, чтобы игра чуть подтормаживала, чтобы было чуть больше... О! Вот. Взаимовыгодно это сказать. Ну, чтобы было чуть больше времени наподумать, скажем так, да? Да. А, я не тут сделал. Ну, ещё возьмёшь. Эта игра слишком щедра на оружие. Не всегда, кстати. Вот на последних уровнях там с этим большие-большие сложности, я тебе хочу сказать. Которые неприятные. А, вспомнил, знаешь, какая игра? Камажу спешл, боку драку лакую. А, это, которую пираты назвали, кстати, Кастельвания 3. Ну, и причём, знаешь, такой момент. Причём, говорят, что в втором уровне платформы невидимые, если там поменяли ход игры. Насколько я помню, похожая история прослеживалась в одной из пиратских копий «Бэтмен. Возвращение Джокера». И вот это, знаешь, какая есть «Ретрус». Там вообще, как тебе я записывал, там нельзя продвинуться никак. Ну, это из-за того, что вот срабатывает противопиратская защита. Поэтому, скорее всего, «Бэтмен. Ретрус» с «Конами» встречаются чаще. Нет, обычная встречается чаще, непроходимая встречается реже. Обычно… НТ-шки, вот НТ-опираты, всё-таки на этом подливились. Они подливились на второй и на втором Тинитуне, кстати, ещё. А там подёргивается. Мы, кстати… И зависает на заставке. Я, кстати, с карточкой Александра показывал. У меня тоже эта копия есть. На момент записи у меня только это было, а видео хотелось записать. Ну, может быть, Александр тоже покажет «Склон времени» на своём втором канале. Ну, скорее всего, мы так и сделаем. Никогда, кстати, честно не проходил Тинитун второй, потому что… Он всё нужный. Да, особенно, знаешь, у Рейнсбергсбанни вот этот вот. Но там суть в том, что надо просто билеты собирать, поскольку… Билеты собирать, чтобы пройти на последнее. Там уже дойти до конца. И это лабиринт, как в Марио 3, замок восьмого мира. Ну, кстати, про Марио 3 у нас ещё не всё. Мы ещё расскажем про Марио 3 в одном из наших следующих видео. Правильно? Так и есть, потому что всё-таки эта игра тоже попала под нож пиратов. В некотором смысле. Да. И не всегда плохо, кстати. Столько версий с ней было, вы только знали. Вот у нас с Александром есть. Я даже выкладывал картинку в группу. Показывал, сколько у меня их есть. Возможно, и мы покажем вам мои картижи в Марио 3 в следующем выпуске. Мы посмотрим. Да. А мы продолжаем наше полосатое путешествие. Полосатый экспресс. Да, наш. В пустыне. Полосатый рейс. Да. Полосатый рейс и флот выглядит ужасно здесь. Ай. Сказал ужасно, я и как решил наказать. Да, видишь, ты накаркал. Ну, кстати, по-моему, нельзя брать жизнь друг у друга, как это... В контре, в баттл-сити, вроде. Но вот оружие из контры, как видите, есть. Мы в ром-старт решили скопировать, да? Иди, бери. Иди, бери. Что я за лотип взял такой странный? Не знаю, но иди, бери, пока есть возможность. Еще такой. Еще бери, еще бери, пока можешь. Все, я уже не возьму. Так, мы сконцентрируемся сейчас, потому что... Боба, бери, бери, боба. Эталки стрелки несложные, в отличие от лоткомеров. Или битым аппл. И, кстати, во многом, потому что экран скролится довольно медленно. В этом есть некоторый минус. А вот рабов больше и больше становится. Нет, это хорошо, потому что игра начинает подтормаживать, и есть чуть больше времени, чтобы подумать. Но обратная сторона, Виталий, в том, что успеть вернуться... Иди, оружие бери, пока можешь. А, ты скорость взял? Ой-ой-ой. А вот теперь бери, пока я не стреляю в нее. А, ты стреляешь назад теперь? Да. Хвост того, это сказать. Это удобно, кстати, это очень удобно. Мне что-то Би-Винг вспомнился. Это вот этот вот хаммер, с которым у тебя есть защита. Да, возможно. Кстати, игра неплохая. До третьего уровня за один присец смог дойти. Сыграть можно, потратить время немножко, в принципе. Грин. Музыка там такая неплохая, как мне кажется. Опять ты скорость взял? Хим скорость. Я оружие прохлопал. Это плохо очень, очень плохо. Бля, черт. Что же делать-то? А, нет, подожди, я, может, успею взять. Возьми, возьми. Взял? Да. Ну, я вот так сделал. Ну, я, правда, взял только первый уровень апгрейда. Это нехорошо. Нехорошо. Бери. Я взял опять обычное оружие. Блин. Черт. А-а-а. Нет. Уйдите. Ну, у тебя... Ты успел проапгрейдиться, пока я там подстреливал эскей. Да. Пока ты танцевал с бубном. Ну, вот ПВОшки надо сбивать сразу, потому что, я как уже говорил, от них такая головная боль. Это просто надо видеть. Твин Би тоже в этом плане нелегкая игра. Она, кстати, тоже расселила сверху. Так и есть. И особенность распространения ее, то, что принесли на обычный безмапперный вариант. На антрон. На антрон. И графика урезалась, начиная с четвертого уровня. Она там лагучая или что, я не помню. Она там просто спрайтовое дерьмо вместо заднего фона. Ну, ты, блин, сказал, конечно. Ну. Ну, я понял. Язык это такое дело. Вот, кстати, на мониторе, на котором мы сейчас смотрим, у нас задний фон непонятно во что превращается, и это нехорошо. Это, сказать, глаза пляжут. Ну, да, это такой эпилептический припадок, честно говоря. Сделать предупреждение, это сказать, что, типа, посмотрите вот этот фрагмент, если у вас... Ну, кстати, мы не знаем, как на записи это будет. Может, на записи как раз все в порядке будет. Особенности записи. Да, мы-то заправили с тем временем, и, в принципе, по-моему, мы уже подошли. Почти. По-моему, мы сейчас уже к самому логову врага подбираемся. Мне кажется, да. Опять-то, Холосатый Экспресс номер... Уже хрен с ней. ...девять три четверти. Да. Ну, у тебя хоть оружие есть, у меня-то оружия нет, это очень плохо. Ну, еще, ребят, сконструируемся. Давайте. Мы пройдем. Да поможет мне сова, которая сзади, сбоку стоит. Давай филин, Камадина. Да. Сави да филин. А то народ путает. Подожди, надо взять. Бери. Я взял скорость. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо. Ты взял фильм «Скорость». Тебе нельзя остановиться... С Киану Ривсом. Да, тебе нельзя остановиться, а то автобус зармется с пассажирами. Ну, кстати, неплохой фильм. Очень классный фильм на кассете, у меня вот оказался есть. Это единственный фильм, где Андрей Гаврилов в переводе мутерица. Ну, там это оправдано. Там это он не просто потому, что он хочет, а потому, что... А потому, что там это как бы ситуация такая... Ситуация напряжная. Ну, там он говорит «фак ми», и он перевел это... Ну, я не буду говорить как. Вы сами-сами можете посмотреть. Тем более, кстати, это цифровано в моей группе. И, по-моему, я как раз твоего этого самого и смотрел. Я не помню эту бомбу. Бомбу? Что взять? Использовать? Ну, не страшно. У меня... У тебя еще две. У меня еще есть две, но... Главное не сливать. Чуть поберечь. Не сливаться. Ножко поберечь. Не сливаться. Главное, нет. Нет уж, идите на фиг. Я не хочу под путь попасть. Вот эти ПВО, они очень, вот я говорю, раздражают безумно просто. У меня бомб нет больше. У меня две есть. Так что, вторая Сибиридж. Стой, мне надо взять. Ты взял... Я взял... Артискорость? Я взял обычную. Нет, я взял обычное оружие. Блин. В таких играх приходится треугать к обычному. Потому что, рано или поздно... Смерть тебя настигает. Да. И тебя возвращает к обычному оружию. И это всегда плохо. Если это, конечно, не супер-контр и хаки, где дают тебе... Бесконечное. Ну, например, выбрал, ты со спритгана начинаешь. Ну и да, и когда ты умираешь, ты возрождаешь семена. На сне были, как в Контре 2, например. У меня я не могу бомбу сделать. Потому что тормоза игры. Тормоза игры, да. Кстати, снос деревьев тоже почему-то дает очки. Представляешь себе. Разрушаем колодию. И нам отбавли точки. Как жестоко. Ну, что делать? Ну, все-таки можно и сделать. Мы почти добрались до конца. Представляете себе, какая короткая игра. В свое время я ее не сильно сцепил. Показал средичком, проходичком. Но все-таки на двоих... Все-таки в моих глазах она немножко поднялась. Вдвоем все-таки мне интереснее. Ну, да. Тем более, когда... А одному, как-то, знаете... Выноси. А бомб у тебя нет. У тебя нет бомб. Ох, дьявол. Представляешь, как сейчас пришлось. Нет, видишь, что за фигня, да? Ну, чуть-чуть осталось буквально долететь. Долететь. Допрыгать. Ну, с обычным оружием. Не сняти, конечно. Ты сейчас такое сделаешь. Да зажимай. Я не люблю, когда меня зажимают. Знаешь, когда вопрос начинается о том, что нужно уворачиваться за доли секунд. Зато у тебя есть бомбы. Все, давайте. У меня-то повеселились и... That's all folks, давайте. Вот так вот. Ну, это как раз пример того, что ты говоришь, что надо бомбы сохранять. Да, ну, видишь же сам. Да, нас же журмут со всех сторон. Давай, что-то там жмешься, да? Передаем привет каналу Ержан против мошенников. Качественный контент, хорошие пранки. Весело, задорно. Подписывайтесь. Рекомендуем. Тем более, Александр, который сейчас с вами играет, он является одним из авторов. Один из авторов, да. Михаилу привет, передаем. Михаилу передаем привет. Надеюсь, что когда-нибудь в Москве увидим его. Ну, он приезжает, может быть, я знаю. Да что ж ты... Давай бомбу! Немножко покрутился, повертелся. Да потому что ПВО вот это долбанное. Но его никак, кроме как бомбы, не убить. А это очень, на самом деле, плохо. Бомбу! Блин. Умер? Умер. А я долетел почти. Прикинь. Ну все, уже... Ну чуть-чуть вот осталось. Бомбу! Поехали тискать кнопку искать, чтобы сработало. Подолагает. Двоем же, наверное, третий раз, да? Да, да, да. Ну вот уже мы... Вот вещь, все, уже прилетели практически. Все, у меня нет уже. Концовка. Я постараюсь. Задача просто в крышу стрелять. Забить на вот этих дураков пролетающих. И просто стрелять в крышу. Сейчас получите... Бомбу! Леща, да? Лечебного. Вот так вот. Это единственное место в игре, где турбокнопка, пожалуй, была бы нужнее. Да, вот меня сейчас и использую. Ты можешь просто подлететь и вот сюда, вот смотри, видишь? Вот сюда надо стрелять. Подлетаешь, пострелял, подлетаешь, пострелял. А они просто, видишь, они отвлекают меня. А я вижу, ну все-таки финальный типор. Стрелить. Вот так вот. Два куска надо крыши прострелить, и тогда игра можно считать пройдена. А, у меня уже космос. Зато у тебя бомбы появляются, а у меня-то бомб нет. Вот. Есть. Есть. Опа. Осталось два куска. Один. Ой, зря потратил. А! Третья лет мы прошли. Стори пополам. Ну нет, я, кстати, не умер. Но я, к сожалению, вот, видишь, все-таки пришлось. Ну, зато ты это стоило того, потому что бомбы были очень нужны. Ну, вот, видишь, бомбы нам помогли, а то... И как? Вот. Давайте посмотрим концовку. Твин игл. Вы только что победили завещего монстра. Который был послан, чтобы разрушить землю. Потушить пожар Хатред. Потушить пожар Хатред, да? Люди не должны воевать против людей. И бояться тени зловых монстров. Абсолютный мир был дан каждому уголку земли. Одним. Благодаря одному бравому, храброму бойцу. Спасибо за вашу работу. Отличная работа. Конец. Да. Заед. Ну, в принципе, нормально. Да. Вот такая игра. Ну, под конец немножко сложная. Под конец очень сложная. Особенно с дефолтным оружием. Да. Ну, вот, видишь, нам пришлось как-то отдалять нас с обычным оружием. И вот титульный кран. Ну, в общем-то... Довольно неплохая игра. Особенно вот для двоих. Ну, для двоих пойдет. Вот, на мой личный взгляд, на одного она немножко скучная. На двоих веселее. Да, и тем более, что это одна из игр, где можно вдвоем играть одновременно. Вот. Что довольно круто. Это плюс. Да. И, в общем-то, оказалось, что с этой версией все в порядке. Она полностью проходима. Хотя и на этой приставке не без лагов. Да. Не без косяков. Вот. Ну, в общем... Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Оставляйте комментарии, оценки. Ну, подписывайтесь там и все остальное. Как это обычно говорят. Как это все говорят в конце. Видео. Да. И, в общем-то, мы не прощаемся с вами, потому что мы еще с вами... Еще увидимся. Еще увидимся, да. Давайте. Спасибо. Всего доброго. Где запись? Нет. Нет. Давайте. Раз... Еще немножко самодеятельности добавил к тебе. Все, я уже поставил. Что ты... А, да нет. Знаешь... Да.